Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые коллеги! Я попробую в своей презентации рассказать, как мы, потребители кадров по информационной безопасности, видим сейчас ситуацию. У меня здесь будет, наверное, меньше именно количественный анализ, а больше качественный. То есть, как ситуация с кадрами без официальных цифр доходит, что можно предпринять, чтобы ситуация стала лучше. Значит, вот единственные, в принципе, цифры, которые есть. В апреле месяца этого года проводился достаточно ширкомасштабный опрос по основным угрозам кибербезопасности перед Инфосекьюрити Европы. И здесь руководители различного уровня указали основные причины, в чем они видят угрозы. И из четырех пунктов, вот три из них относятся именно к кадровому обеспечению. Сложно набрать, сложно набрать тех людей, которые что-то понимают и хотят дальше развиваться. И сложность уже дальнейшее включение людей в дополнительные процессы, их мотивировать, чтобы они как раз не выгорали, а дальше занимались полезным действием по противодействию компьютерным атакам. То есть, вот эти из четырех три причины относятся к кадрам. Да, это и, я так понимаю, в европейской части такая проблематика существует, и проблематика, она существует у нас в том числе. Соответственно, давайте попробуем понять, почему так и где вот этот дефицит возникает. У меня тоже есть определенная воронка появления специалистов СОК. Значит, какое-то количество у нас работает кафедр инвестиционной безопасности, и туда поступают, так сказать, люди, желающие получить это профильное образование. Я не могу сказать, много этих кафедр или нет, то есть достаточно-недостаточно. Потери идут в том, что далеко не все студенты, которые заканчивают кафедру, идут работать по специальности. Я не говорю только даже за информационную безопасность, да вообще в IT. Почему-то интерес пропадает, или его может изначально не было, человек как-то поступил, но, к сожалению, оно так. Те люди, которые выбрали профессиональную деятельность в IT и в безопасности, достаточно часто могут перейти в разработку, потому что, ну и по финансовым каким-то предпочтениям лучше, может быть, интересы меняются, да, уход туда сотрудников достаточно частое явление. Есть еще категория информационной безопасности, это активное, так сказать, исследование, анализы защищенности, пентесты. Хорошо, туда народ тоже перетекает, это как бы модно, это большие конференции. Даже вот посмотреть, что конференций по проблемам защиты и противодействия, их кажется меньше, может быть, даже на порядок, чем конференции, которые посвящены пентестам, анализу защищенности, даже вот у нас в стране, ну и в мировой практике, в принципе, тоже. Поэтому интерес именно к дефенсу, он, наверное, поменьше, чем к пентестам. Соответственно, вот небольшая капля специалистов, которые хотят работать готовы в СОК по своим техническим навыкам, она вот уже где-то в самом конце. Вот основной поток и наши потери. Ну, там бывают ситуации, что люди в СОКе поработали, ушли в пентест, из СОКа в разработку, то есть вариативность бывает, но вот основной тренд вот такой, как нам кажется. К чему это все приводит? Приводит достаточно, конечно, печальным результатом. Ну, то, что мы, коммерческая компания, и долго ищем себе сотрудников, это, наверное, больше сложности наши, потому что, ну, как бы сказать, это наша потребность, мы ее хотим как-то решить. Мы обслуживаем достаточно много организаций по всей стране с точки зрения центра мониторинга и выявления компьютерных атак. И тут уже проблема появляется у конечных заказчиков. За этот год у нас вот такое количество подвисших инцидентов, потому что мы видим, что атака проводится, и что-то нужно делать. С той стороны заказчика нам очень плохо отвечают, потому что у них банально нет ресурсов. Уведомления есть, а никакой реакции на инциденты нет, поэтому здесь недостаток уже у конечных заказчиков. И да, при кулуарных, там сказать, общении с руководителями сложности кадровых голод именно у федеральных субъектов, даже если центр мониторинга находится на аутсорсе, все равно должен быть человек внутри организации, который бы принимал всю информацию, ее как-то обрабатывал. Даже в некоторых организациях таких людей нет. По штату есть, а по факту человек не готов или вообще нет. Давайте посмотрим, какими навыками должен обладать специалист СОК, чтобы он качественно работал. Основное отделение это soft skill, это международные термины. Hard skill относится именно к техническим навыкам, то есть нужно понимать, как работает нарушитель хотя бы в первом приближении, какие вектора атак есть, и нужно знать средства защиты, их типы, в чем их плюсы, в чем их минусы, что они видят, что не видят. По soft skill это вопросы коммуникации, организации собственного времени и навыки командной работы. С этим тоже сложности, потому что нередко технические специалисты, они тяжело общаются с другими людьми, им больше комфортнее общаться с машинами, с серверами, с рабочими станциями, то есть они как-то очень тяжело общаются с другими людьми. Вот навык командной работы это как раз об этом. Что у нас сейчас есть, чтобы получать технические навыки, чтобы можно было идти работать в СОК? У нас есть курсы теоретические, у нас есть CTF достаточно долго существующие, есть у нас еще курсы производителей, средств защиты или средств обнаружения атак. Соответственно, здесь мы видим, что они важны, конечно, эти все направления, но либо они сильно теоретизированы, либо это достаточно такие оторванные практические навыки. Можно вот аналог провести с футбольным фристайлом. Это люди, которые великолепно обращаются с мячом, но в профессиональных футбольных командах они никак не участвуют и не играют. Здесь может быть вот такая же ситуация. Человек шикарно решает CTF-таски, но не может в СОКе работать, потому что ему не хватает других навыков. Хороший вариант, который практикуют многие-многие компании, это организация стажировок для студентов старших курсов и для желающих работать в СОК или переквалифицироваться. Если здесь посмотреть на плюсы и минусы вот этого подхода, то среди плюсов, конечно, это актуальные средства защиты, которые сейчас есть внедрены и с ними можно работать. Это опыт бесценный, который можно получить уже у действующих специалистов СОК, и работа с реальными проблемами, с реальными векторами компьютерных атак и разбой реальных инцидентов. К сожалению, у этого подхода есть тоже определенные минусы. Не всегда стажировка достаточно легко вписывается в деятельность компании. Мы всегда живем в определенных ограничениях, временных ресурсах, поэтому дополнительная нагрузка на действующих сотрудников чревата. То есть можно и человека отвлечь. Если мы пускаем при стажировке на реальный объект, то, конечно, маловероятно, но может и заказчик пострадать, и квалификации человека недостаточно, чтобы увидеть реальный инцидент и, может быть, правильнее среагировать. В последнее время достаточно модным на слуху такой вид обучения, как киберучение. Здесь четкого определения нет, что это за вид деятельности. Я, наверное, представлю свой, который сложился при опыте проведения подобных киберучений. Цель – это моделирование неких компьютерных атак и уклон именно на практике защиты и противодействия вот этим компьютерным атакам. Здесь важны и элементы анализа событий, анализа и заведения карточек инцидентов, устранение тех уязвимостей, которые есть на платформе и обязательно взаимодействие. То есть все то, что необходимо для специалистов СОК, для специалистов в центрах мониторинга. Хорошо. Если киберучения, они, как сказать, достаточно, на наш взгляд, близко соответствуют тем потребностям, которые нужны для взращивания специалистов СОК. Какие есть ограничения у этих киберучений? Во-первых, необходимо привлекать атакующую сторону, а это достаточно не всегда практично, потому что, во-первых, специалистов, умеющих проводить пинтесты, анализа защищенности их мало, и их время обычно стоит дорого, поэтому привлечение специалистов – это не всегда удобно. Плюс проведение компьютерных атак, оно всегда практически индивидуально. И даже одного и того же человека в одну и ту же инфраструктуру помести, он может провести сегодня так, завтра так, и поэтому вектора постоянно будут меняться. И, конечно же, не проводить киберучения в реальной инфраструктуре – это чревато. Можно что-то поломать, бизнес-процессы нарушатся, это не подходит. Поэтому вот такие предпосылки предполагают, что неплохо бы сделать киберполигоны, которые решали задачи киберучения, но были оторваны от текущей инфраструктуры. Киберполигон, опять же, это сейчас такой тренд, но, к сожалению, многие понимают под киберполигоном совсем разные вещи и устоявшейся терминологии тоже нет. Соответственно, может быть, здесь даже возможно где-то спектакуляция. На наш взгляд, киберполигон – это достаточно несложная идея, которая заключается в следующем. В основе лежит инфраструктура какой-то информационной системы или сети, на нее организуются, так сказать, те или иные вектора, характерные для нее, полностью автоматизировано, и акцент киберполигона направлен на деятельность центра мониторинга и на реагирование, то есть на вопросы защиты и противодействия атакам. Вот общая идея киберполигона и проведения киберучений. Соответственно, какие есть особенности для вот этого процесса? Это учебный процесс, это не какое-то шоу, то есть деятельность сотрудников СОК, она достаточно монотонная, и редко бывают какие-то действительно интересные расследования в организации, поэтому выдавать желаемость в действительность здесь не стоит. Это учебный процесс, в котором нужно восполнять те пробелы, которые есть технические, есть те пробелы, которые есть организационные. Киберполигоны, киберучения дают возможность посмотреть на атаку с разных проекций, то есть посмотреть на сетевом уровне, как трафик прошел, как на хостовом уровне зафиксировались события, то есть самое главное понять, где можно это обнаружить, зафиксировать в аналогичных ситуациях. Поэкспериментировать с теми средствами защиты, которые хочется внедрять. Или есть какие-то предпочтения, что вот здесь нужно это, здесь нужно то. Соответственно, и киберполигон это сделать позволяет. На одной и той же атаке, которая проводится из раза в раз одинаково, можно посмотреть, что наиболее эффективно ее обнаруживает, предотвращает. И, конечно же, так как этот воспроизводимый процесс, дать некоторые метрики по времени реагированию сок, по тому, как должны обрабатываться карточки инцидентов. Это все достаточно легко измерить именно в такой замкнутой среде. Сам процесс выглядит следующим образом. То есть пунктирным линией это обозначены некоторые границы киберполигона. Преподаватель делает тренировку в рамках вот этих киберучений и запускает нарушителя, который встроен в этот киберполигон. Соответственно, когда вектор атаки реализован, действия нарушителя фиксируются те или иными средствами защиты. И вот здесь как раз вступает сам процесс обучения. Группа мониторинга у нас анализирует вот эти события, смотрит, как развивался вектор атаки. И заводит карточки инцидентов, таким образом описывая поверхностно, как атака произошла. Группа реагирования у нас эти карточки анализирует, проводит детальный анализ уже на отдельных узлах. Все точно так же, как действует обычный сок первая, вторая, третья линии. Поэтому вот эта модель, она наиболее близка к реальности вот с точки зрения и обучения, и дальнейшего использования специалистов. Пару слов буквально о инфраструктуре. Это не должно быть одно, две, там, три виртуальные машины, которые очень какой-то базовый вектор реализуют. Это модель систем, которая, опять же, близка к той реальности, которая есть. Вот, например, здесь шаблон типового офиса, есть обязательно внешний периметр, есть сот на базе контроллера домена и сопутствующих серверов сервисов. И, конечно же, есть несколько отделов пользователей. Поэтому в такой инфраструктуре реально учиться, и понятно, как потом действовать уже в боевой среде. Про нарушителей. Конечно же, много есть курсов, опять же, CTF задач, где предоставляется один-два сервиса, и человек пытается его взломать. Опять же, для подготовки специалистов SOC нужно понимать комплексные атаки, когда, ну, так называемые ПТ-атаки, когда человек через несколько промежуточных узлов убивается своей цели. И это должно реализовываться в киберполигоне, опять же, чтобы придать реальности вот сам процесс обучения. Я не говорю, что у нас как бы идеальное решение, но, по крайней мере, вот этот список требований реализован в нашем киберполигоне. Посмотреть, как он работает, можно в нашем стенде. Вот мы второй день уже проводим киберучения с людьми, которые, в принципе, первый раз увидели комплекс. И напоследок я бы хотел проанализировать вот плюсы и минусы вот такого подхода. Здесь все те плюсы, которые у нас подходят к стажировкам. Опять же, мы работаем с актуальными средствами защиты. Мы передаем опыт действующих сотрудников SOC. Это в виде методических материалов и, опять же, тех людей, которые обслуживают киберучения. И мы практически избавляемся от тех минусов, которые накладывает стажировка. Не отвлекаем сотрудников. Рисков что-то поломать практически нет, потому что инфраструктура замкнутая. И, конечно, она не боевая. И здесь важно отметить большую пропускную способность тех людей, которые учатся на киберполигоне. Например, за два дня через наш комплекс прошло 32 человека, которые не имели отношения, ну, вот, как сказать, до этого, к процессу непосредственно у нас. У себя в организациях они занимаются, мониторингом компьютерных атак. Ну, здесь просто уже дополнительно. Из минусов такой киберполигон либо нужно сделать, либо его приобрести. Но это уже, так сказать, на усмотрение руководства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова